В Сочи сегодня 36 национальных объединений. С каждым годом их становится всё больше. Например, совсем недавно добавились два общества – Иранское и Общество Донбасса, куда ходят бывшие жители Донецка и Луганска. Новые общины быстро включаются в совместную работу. Она очень важна, отметил глава Сочи Анатолий Пахомов. Ведь нацобъединения играют важную роль в сохранении мира и стабильности в Сочи. Я очень благодарен национальным общинам за то, что мы с вами смогли сохранить наш город. Именно вот город спокойный, город-труженик, город, в котором друг друга уважают, любят более 120 национальностей. Это наше с вами богатство. И мы никому не дадим его уничтожить. У нас каждый месяц проходят одно-два мероприятия, которые имеют масштаб всего города, а то иногда и выше. Следующий год будет тоже плотно идти по этому направлению. У нас будут и национальные праздники, у нас будут религиозные праздники. Мы будем наращивать по спортивной тематике свои усилия. Кстати, заседание совета провели в недавно отремонтированном Доме культуры КСМ. Именно усилиями главы Сочи Анатолия Пахомова он был возвращен в муниципальную собственность. Зданию, по сути, дали вторую жизнь. Сегодня это Центр национальных культур истоки, который на курорте стал одним из символов сохранения обычаев, традиций и обрядов разных народов. Здесь работает целый ряд секций. Дети учатся рисованию, танцам, пению, игре на инструментах. Сегодня уникальная возможность для всего микрорайона. Здесь полностью Макаренко, Шаумиан, Пластунка, КСМ, Барановка. Это все, здесь почти 30 тысяч человек. Сегодня это как раз то место, где дети знакомятся с культурой каждого человека, каждой нации. Впереди еще одно важное событие, отметил на заседании совета мэр Сочи. Это чемпионат мира по футболу. В город приедут болельщики из разных стран. Не секрет, что футбольные фанаты – достаточно сложный контингент. И чтобы исключить разного рода недоразумения, важна совместная работа. Галина Моисеева, Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ.